МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чуваши прямо сейчас. Меры безопасности сотрудники Роспотребнадзора, полиции и столичной администрации проверили соблюдение масочного режима. Уложиться в срок продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. Успехи Агропрома. В Москве открылась традиционная всероссийская выставка. Комфортную среду проживания создают не только в городах, ее формируют и в районах республики. В одних работы уже завершают, в других идет отставание. В причинах разбирались сегодня в Доме правительства на межведомственной комиссии. На благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в этом году предусмотрено 362 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. Полностью завершены работы по благоустройству объектов в 2020 году в Аликовском, Батерском, Канарском, Козловском, Мариинском, Посадском, Ядреском и Ядиковских районах. На 98% завершены работы на объектах города Новочебоксарск, в Ядческом районе, на 95% в Красночитайском районе. Определенные беспокойства вызывают ситуацию в Брестинском районе. Там порядка 30% выполнения работы. И в городе Шумеля порядка 25% ноль. Глава Чуваши уверен, администрации муниципалитетов недостаточно контролировали графики выполнения работ. Это недопустимо. Их прямая обязанность, если подрядчик нарушил сроки, сразу же обращаться в прокуратуру и другие ведомства. Будет находиться на таком этапе в октябре месяце, это непростительно, когда денежные средства доведены. Мало того, что доведены, нас еще Министерство строительства Российской Федерации поругивает за то, что мы не своевременно используем денежные средства, которые на нас зарезервированы в соответствии с нашими же заявками. Самое главное, люди страдают. Мы какие-то работы начали и находимся перманентно в процессе выполнения работы. Когда можно было их завершить, людям показать, что дело сделано, использовать деньги и двигаться дальше. А мы тратим время на то, чтобы разбираться. Площадь Речного в Шумерле к следующему лету должна выглядеть. Сейчас здесь идут подготовительные работы с небольшим опозданием. Непогода может усугубить положение. Совсем скоро приступят и к реализации проектов, выигравших во всероссийском конкурсе. Межведомственная комиссия одобрила план благоустройства исторической части «АллатРа». На реализацию программы «Город-музей» федеральный центр выделил 44,5 миллиона рублей. Но потребуется намного больше. Вероятно, придется изыскивать средства из других бюджетов. В настоящее время администрация города проводит открытый аукцион на определение исполнителя работ. Напомним, в этом году в число победителей федерального конкурса по созданию комфортной городской среды также вошли «Канаж» и «Маринский посад». В ближайшее время там пройдут общественные слушания. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, «Республика». Маски в общественных местах и транспорте – требования регионального закона. Об этом сегодня в троллейбусах, автобусах и маршрутках напоминали сотрудники Роспотребнадзора, полиции и Чебоксарской администрации. Масочный режим – требование регионального законодательства. Режим повышенной готовности, введенный в Чуваши в апреле этого года, не отменен. Некоторые пассажиры подзабыли, что коронавирус все еще опасен, и подхватить его там, где много людей, проще простого. Обязательно носим маску, потому что сами себя мы должны защитить. От всякой заразы, болезни никто не защитит нас, кроме нас самих. Подупреждаем, что маски надо одевать. Ну, которые сядут, деньги пускай ищут, и которые как сядут, маску ищут, одевают, потом отплачиваются. Вашим советом они послушаются? Одевают маски? Ну, одевают, сушаются, не обижаются. Особое требование и к перевозчикам. По правилам они должны дезинфицировать транспорт между рейсами, кондуктор, обслуживать пассажиров в маске и перчатках. Водитель тоже. При этом ему необходимый запас сменных масок и дезинфекторов. В данном салоне запаса не оказалось. Пришлось писать объяснительную. По этому факту была взята объяснительная с водителя. Дальше мы ее рассмотрим совместно с Чебоксарским троллейбусным управлением и с самим водителем. Далее примем решение о том, что будет направлено на объяснительные материалы, собранные в ходе проверки. Дальше в судебный орган. Цель сегодняшнего рейда – напомнить пассажирам и перевозчикам о правилах безопасности. В первый раз можно отделаться предупреждением. А вот во второй сотрудники мобильных групп будут вынуждены составить административный протокол, влекущий штраф до 30 тысяч на человека и до 300 тысяч на организацию. Мобильные группы работают ежедневно. Не только в транспорте, но и в других местах массового нахождения людей. Из-за коронавирусной инфекции на долю врачей выпали большие испытания. Они справились, приобретя бесценный опыт. Об этом в нашем сюжете. Разные организмы, разное течение болезней. Понадобилось время, чтобы систематизировать накопленные практики. Сегодня врачи справляются даже с тяжелыми случаями. В настоящее время у нас есть полное понимание, как течет это заболевание. И у нас нет такого страха, когда было в первый раз, когда мы столкнулись с этой инфекцией. Нет страха и у врачей, и у медсестер, которые работают сейчас в красной зоне, в средствах индивидуальной защиты. Потому что всем пришлось, и врачам, и сестрам, и санитаркам, привыкать к новым условиям работы, с которыми мы до этого не сталкивались. Уникальный случай произошел в одной из больниц республики. Благодаря совместной работе бригады медиков удалось вылечить пациентку со стопроцентным поражением легких и сопутствующими патологиями. За жизнь Татьяны Егоровой врачи боролись больше месяца. Еще один справившийся с болезнью пациент, человек в республике, известный. Скульптор Владимир Нагорнов попал в руки докторов уже с 40% поражением легких. Сначала он чувствовал слабость и озноб. Высокая температура поднялась на третий день. Тогда же пациент был госпитализирован. Путь к выздоровлению был непростым. И хотя ситуация в республике по коронавирусу пока стабильная, врачи не расслабляются. Каждый день они продолжают лечить людей, как требует того профессиональный долг. Инесса Потапова, Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Весь этот год мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Рассказываем о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Партия «Единая Россия» провела в регионах сразу два тематических конкурса. Историческая память и российское село – таковы их названия. Участники, а это школьники и студенты, с интересом изучали отечественную военную историю, работали в архивах, проводили собственные исследования. Это тот самый случай, когда патриотизм имеет вполне конкретное очертание. Победителями в номинации «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» стали Новочебоксарский лицей номер 18 и Исторический краеведческий музей Чубаевской общеобразовательной школы Урмарского района. Студенты Чувашского государственного университета имени Ульянова занимались поиском военно-мемориальных объектов и их дальнейшим оцифровыванием. Изначально нам давали координаты памятников, в каком деревне он находится, где примерно. Мы выезжали из Чубоксара в деревню, у местного населения спрашивали, где находится памятник приблизительно. Нам называли его адрес, мы приходили к нему, его фотографировали, а в дальнейшем высылали и его отмечали, получается, на электронной карте. После реализации этого проекта фотографии памятников Чувашской республики будут запечатлены всю жизнь и останутся в памяти всех поколений. Повышенный интерес вызвал конкурс про село. Организаторам пришло огромное количество фотографий, запечатлевших работу сельчан, их отдых, увлечения. Самые лучшие станут участниками федерального этапа. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня открылась 22-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2020». В этом году посетители могут посмотреть экспозицию на специально разработанной интернет-платформе «Золотая осень-2020.рф». Онлайн можно ознакомиться с достижениями в области сельского хозяйства, а также с сайтами, ассортиментом выпускаемой продукции и информацией о ведущих организациях агропромышленного комплекса республики. Свои достижения демонстрируют более 20 предприятий Чувашии, в том числе тепличный комплекс «Новочебоксарский», «Вурнарский мясокомбинат», «Чуваш-хлебопродукты» и другие. В рамках выставки «Золотая осень-2020» участники Чувашской республики поборются в различных отраслевых конкурсах. Герои Чувашского этноса ожили на сцене столичного парка «Лакреевский лес». Древние мифы и легенды в виде квестов и театральных представлений. Когда родители Уяр покинули мир земной, ты обещание мне дал, что Адаш Уяр за сына моего Вупкана. Неужто правду говорит она? Не помню я того. Все врет она. Проект «Легенда о Чубаксарах» победитель грантового конкурса. Отправной точкой для создания театрализованного действия стало столетие республики. Получилась история в лицах. На сцене предание давно минувших дней. Герои Чувашского этноса вместе с ребятами стали участниками игрового квеста под названием «Тайна затонувшего залива». Храбрый шупашкар, величественный богатырь Азамат, богиня Кереметь рассказали о самых интересных событиях прошлого. Очень мало как взрослых, так и детей вообще не знают откуда пошло название города Чубаксары. То есть кто-то слышал, но точно конкретно не может это сказать. А это как и детям, так и взрослым данный проект будет интересно, это и познавательно. Показать культуру древней Чувашии. Еще одним сюрпризом в рамках проекта стал кукольный спектакль «Дети ветра» по мотивам одноименной чувашской народной сказки. В кукольном спектакле приняли участие преподаватели и учащиеся театральной студии Чебоксарской детской школы искусств номер один. Весь день в парке работали интерактивные площадки, где главные герои проводили экскурсии для посетителей. Это главные новости среды, а я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин